Майские указы президента сегодня стали главной темой в Кремле. На заседании госсовета президент слушал министров, разбирался, что и как выполняется. Больше всего претензий к сфере ЖКХ. Ну и понятно, одна из самых больных тем для большинства регионов. Было задание срочно и массово расселять жителей аварийных домов. Но по факту план выполнен всего на 4%. Намного лучше в сфере образования, с детскими садами проблема обещает все-таки решиться. Ирина Чукина расскажет четко и по пунктам. Предновогоднее время у многих школьников ассоциируется не с праздником, а с итоговыми контрольными и диктантами. Последнее в этом году заседание госсовета для губернаторов и министров было похожим испытанием. Оценки тоже были и ставил их лично президент. С образования заседание госсовета и начали. Во вступительном слове Владимир Путин отметил, зарплаты педагогов за 2013 год выросли. Но это ведь далеко не единственная проблема школ и университетов. Если посмотреть на общее образование, средняя заработная плата 27 556 рублей. Это 95% средней зарплаты по экономике в соответствующем регионе. Рост заработной платы и бюджетных расходов на образование должны сопровождаться структурными изменениями бюджетной сети. Но много раз уже об этом сказали. Все понимают, все кивают головой. Да, нужно делать. Делается абсолютно недопустимо мало. Нам необходимо реальное повышение профессионального уровня педагогов и укрепление материальной базы учебных заведений. Первым же докладчиком и стал министр образования Дмитрий Ливанов. С 1 января начнет работу единая электронная система записи в детские сады. Благодаря этому и очереди станут меньше, и возможностей для взяток убавится, уверен министр. Но чтобы было куда записывать, надо сначала построить эти сады. Будет построено свыше 580 новых зданий детских садов. Таких темпов строительства зданий детских садов не было в нашей стране уже очень давно. На дошкольное образование министр предложил разрешить тратить материнский капитал. Но президент такую инициативу не поддержал. Должно хватать и государственных субсидий. Дополнительных каналов, мне кажется, не нужно создавать для того, чтобы у женщин деньги утащили. И семьи эти. Мы так много-много нас создаем всяких вариантов. Сразу появятся какие-нибудь схемы, по которым у людей будут вытаскивать деньги. Это первое. И второе, мы здесь пообсуждали эту тему тоже втроем. И ставки поднимутся в детских садах. Тут же вырастут. Острой и хронической проблемой России назвал президент ситуацию со сферой ЖКХ. В майских указах президента четко прописаны нормы и требования к коммунальщикам. Но на деле указ практически не исполняется. Например, о переселении россиян из ветхого жилья. Напомню, что по указам о расселении подлежит аварийный фонд, так называемый. Признанный таковым на 1 января 2012 года. Срок поставлен до 1 сентября 2017 года. И когда мы говорили о... формулировали эту задачу, исходили из того, что она вот в такие сроки реализуема. Что на самом деле получается? Ситуация вот в этой сфере пока самая плохая. План на 2013 год выполнен только на 4%. Переселены чуть более полутора тысяч человек из запланированных 42 тысяч. Министр Михаил Мень объясняет президенту, что удивительно, но многие регионы даже не обращаются в фонд за деньгами для переселения. Во многих субъектах не могут решить вопросы с землей, на которые нужно строить новые дома. Президент попросил предоставить список этих регионов, но и федеральным чиновникам сказал не перекладывать всю ответственность. Вы сказали о том, что нужно расселить 10,7 миллиона квадратных метров аварийного жилья. На самом деле его больше, 3 с лишним. Куда делось 2,4 миллиона? Уважаемый Владимир Владимирович, мы отталкиваемся от той цифры, которая была озвучена на 1 января 2012 года. Вот по тем документам, которые у нас сегодня имеются, вот эти оставшиеся квадратные метры, они планируются расселиться за счет региональных программ. Мы ясно и с полным пониманием проблемы должны относиться к этому вопросу. Не просто так. Вот 2,4 миллиона сделают регионы. И делайте как хотите. Если вы считаете, что они могут это сделать, тогда покажите им за счет чего. Диалог с президентом у министра ЖКХ был самым длительным и эмоциональным. Проблем действительно много. Так, например, махинации и плохая работа управляющих компаний. Каждую из них скоро обяжут получать лицензии, прежде чем выходить на рынок ЖКХ. Пригрозил Путин и чиновникам. По итогам работы и исполнения указов президент пообещал к ноябрю 2014-го сделать определенные решения относительно их карьеры. А контролировать коммунальщиков президент предложил всем вместе. И жильцам, и полиции. Хотел бы обратить внимание правоохранительных органов. Объем нарушений, которые происходят в этой сфере, не только управляющими компаниями, но в том числе и ими. И реакция правоохранительных органов совершенно не соответствует одно другому. Я бы хотел увидеть более профессиональную и более масштабную работу на направлении от правоохранительных органов всех уровней. Обсуждали сегодня и производительность труда, которую нужно поднимать, иначе о конкурентоспособности страны и говорить нечего. Экономическая политика по-прежнему направлена на развитие несырьевого сектора. К 2020-му в стране должно быть создано или модернизировано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. И обо всем этом написано в указах президента. Ничего не надо придумывать, надо хорошо исполнять их, напоминает Владимир Путин. Выходили участники заседания с озадаченными лицами. Времени для работы над ошибками президент дал не так много. Инна Чукина, Александр Кисловский, Андрей Брыков и Ирина Умина. Пятый канал. Москва. Кремль.